Блог с огоньком Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей. Это видеоблог «Сварщица Екатерины» и рубрика «Рецепты». Вы, наверное, ожидали увидеть Виолетту, но она сегодня сказала «Так, сегодня ты будешь заваривать кофе с нашей фермы «Ла Виолетта», поэтому будет странно, если я буду заваривать кофе, названное в честь меня, поэтому завариваю его я». Да, вы верно догадались, сегодня мы заварим кофе из Колумбии. Это Колумбия «Ла Виолетта» свежего урожая. Урожай был собран в январе этого года, то есть 2021 года. Регион Уилла, Флорида, натуральный анаэробный способ обработки. В общем, все, как мы любим. Очень интересная разновидность на нашей ферме предрастает. Это разновидность F6. Вся история, всю информацию про нашу ферму «Ла Виолетта» в Колумбии вы можете почитать на нашем сайте. Там несколько страниц подробной информации, ссылка будет в описании, поэтому переходите, не стесняйтесь, а сегодня рецепт. Рецепт «Пуровер» V60 «Воронка». Итак, нам понадобится 18 грамм кофе, помол на кофемолке «Малкейнг» Танзания 6,5. Если у вас другая кофемолка, то вы можете воспользоваться нашей таблицей соотношения помолов. Там постоянно пополняются кофемолки, их уже более 40. Я уверен, что вы найдете ту кофемолку, которая у вас стоит дома на полочке. Ссылка на таблицу соотношения помолов в описании, поэтому переходите, не стесняйтесь, пользуйтесь. Если у вас возникает вопрос, и вы не можете в ней сориентироваться, то пишите в комментариях, мы обязательно подскажем. Итак, что-то я много про таблицу соотношения помолов. 18 грамм кофе, помол 6,5, 280 грамм воды, температурой 96 градусов. Любой экспериментальный кофе мы завариваем всегда с двойным предсмачиванием, поэтому будет 2 предсмачивания по 40 грамм с интервалом 30 секунд, и последующее интервальное вливание по 50 грамм также каждые 30 секунд. Ну что, поехали. Для начала смочим бумажный фильтр, как обычно. Вы часто спрашиваете в комментариях, как мы подбираем рецепты, почему на тот или иной кофе тот или иной рецепт. Друзья, все достаточно просто, так как мы работаем с этим кофе постоянно, мы знаем потенциал этого кофе, мы постоянно его пробуем, то для нас нет проблемы сделать рецепт. И как подбирает рецепт на кофе? То есть мы обжариваем лот. Далее мы совместно с Виолеттой делаем просто несколько вариантов воронок. Это может быть до 10 разных рецептов. И, соответственно, выбираем для вас лучший. То есть это сделано для того, чтобы вы просто ограничили свой поиск и сразу же заваривали по нашему рецепту. Итак, 18 грамм кофе. Температура воды 96 градусов, как я уже сказал. Первое вливание составит 40 грамм. Поехали. Если вы следите за нашими рецептами, то наверняка вы обратили внимание, что на экспериментальные лоты мы используем двойное присмачивание. И это обусловлено тем, что кофе достаточно яркий, его нужно хорошо подготовить к приготовлению. Поэтому два присмачивания. В 30 секунд еще 40 грамм. То есть можно уже увидеть по таблетке даже, насколько мощный этот кофе, как он пенится. Сама таблетка поднимается, шапка. В минуту будем вливать 50 грамм. В минуту вливаем 50 грамм до 130. Смачивая весь кофе, который есть. Ждем 30 секунд. И, соответственно, минуту 30 будем вливать еще 50 грамм. То есть у нас получается 4 вливания по 50 грамм каждые 30 секунд. Поехали. До 180. В 2 минуты До 230. Здесь уже можно интенсивно влить. Достаточно быстро. И в 2 минуты 30 секунд до 280 грамм. Такой интервальный способ приготовления позволяет нам добиться максимального вкуса и подчеркнуть именно тропический характер этого кофе. И также быстро перемешивая кофе до 280. Отлично. Общее время составит 3 минуты 10 секунд, 3 минуты 20 секунд. Сейчас посмотрим, пока все идет отлично. ТДС в среднем, да, пурровер у нас колеблется от 1,35 до 1,45. Опять-таки будет зависеть от кофе. Но вот этот диапазон ТДС, он позволяет нам добиться экстрактивности в 19,5-20,5%, что, конечно же, очень хорошо. Итак, мы видим, что экстракция у нас закончилась в 3 минуты 15 секунд. Это прям идеально, как в нашем сайте, в рецептах. Здорово. Аккуратно убираем с весов, убираем воронку, слушаем аромат. В этот раз кофе с нашей фермой получился невероятно ярким. Уже по цвету зеленого зерна было понятно, что это будет что-то экстраординарное в чашке, что это будет очень много тропических фруктов. Да, очень яркий кофе, ананас, папайя. При этом присутствуют ноты интересной карамелизации, типа темного шоколада. И что характерно для этого лота, он очень интересно меняется с остыванием, то есть, да, на горячий он один, и при остывании он обретает в плотности напитка, обретает в текстуре. Давайте замерим ТДС. Взял у Виолетта чашку с ее чемпионата, видите, она такой комнастной формы. Такая форма чашки позволяет, опять-таки, дополнительно аэрировать напиток и наслаждаться ароматом, то есть, подчеркивает ароматику, подчеркивает кислотность и сладость напитка. Посмотрим, так ли это. Переливаем. Декантируем. Уф, да, слушайте, друзья, ароматы из этой чашки намного интенсивнее, чем из сервера. 1,43 ТДС, здорово. Вкус очень яркий. Что мне нравится, не смотря на то, что это пурровер, да, то есть, по сути, это дрип, и, соответственно, он обладает достаточно чистым телом и должен обладать, по сути, и легким телом, тактильным, достаточно легкое. Этот кофе очень плотный, такой, как шоколад с фруктовой начинкой, то есть, темный шоколад, опять-таки, много тропических фруктов и такая ярко выраженная сладкая хрустящая кислотность. Да, здорово, очень вкусно. Что также характерно для этого лота в этом сезоне, то, что La Violetta представлена не только в фильтр, да, то есть, не только в желтой пачке, но еще и мы решили пожарить ее в эспрессо, поэтому обязательно, друзья, попробуйте La Violetta в эспрессо. Вот, если вам понравится этот кофе, если вам нравится экспериментальный лот эспрессо, это просто нечто сумасшедшее, то есть, да, мы с вами помним, что вкусы, которые у нас есть в пурровере, вкусы, которые мы получаем в фильтр кофе, они в эспрессо умножаются в несколько раз, и ананас, папайя, тропические фрукты, темный шоколад, в эспрессо, это все просто в два раза увеличивается, поэтому пробуйте фильтры, пробуйте в эспрессо. Все, на этом все, рецепт закончен, друзья. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на плейлисты, у нас есть специальный плейлист под воронку, под аэропресс, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии, как вы завариваете кофе, нравится ли вам экспериментальный яркий кофе, с вами был я, Сергей, увидимся, пока! Друзья, всем привет, с вами Сергей, это видеоблог сварочистой катики...